Не знаешь, что почитать? Мы посоветуем! Знакомься с увлекательными книгами американской писательницы Джуди Блум вместе с привокзальной детской библиотекой номер 8. Мы рекомендуем к прочтению книги о мальчике по имени Питер Хэтчер, что живет вместе с мамой, папой и младшим братом Фаджи. Это три истории о взрослении, безграничной любви к своей семье и настоящей дружбе. Если тебе хочется добрую книгу, написанную с тонкой иронией, это тот самый случай. Расскажем о каждой книге более подробно. Первая часть называется «Питер обыкновенный или младших братьев не выбирают». Здесь мы знакомимся с семьей Питера, которому еще только девять, и узнаем, что главной, по его мнению, проблемой в семье является Фарли Дрэксел Хэтчер, или по-простому Фадж. Ему скоро исполнится три. Он постоянно все портит и лезет под ноги. А если ему что-то не нравится, то падает на пол и начинает кричать. А еще он любит повторять слова за Питером, хоть пока и не очень получается. Питеру предстоит совладать с капризами брата, помочь организовать для него день рождения, сводить Фаджа к дантисту и купить ему новую обувь. Каково это быть старшим братом вредного несносного мальчишки со сладким именем Фадж? Прочитай и узнаешь. Питеру, как и любому мальчишке в его возрасте, хочется гулять с друзьями, научиться понимать девчонок, что часто дразнятся и слишком задирают нос. Как же осуществить свои желания, если ты постоянно нужен дома и зависишь от собственного братишки? Об этом не только расскажет Джуди Блум в книге «Питер обыкновенный» или «Младших братьев не выбирают». Вторая книга Джуди Блум называется «Супер Фадж». Здесь наши герои Питер и Фадж становятся старше, Питеру 12, а Фаджу около 6. У младшего братишки энергии стало еще больше. Он развит не по годам и всеми усилиями старается это доказать, чем жутко досаждает окружающим. В один прекрасный день мама с папой сообщают Питеру, что их семью ждет пополнение и скоро у братьев появится сестричка. «Второй Фадж! Вот что нужно этой семье! Самое оно, ага!» – кричит Питер. Я сбегаю из дома. «Нет, Пита, не уходи! Пита, Пита, возьми меня с собой!» Громко плачет Фадж и хватает брата за ноги. Надеюсь, вы нарисовали картинку. А после еще одна замечательная новость. Вся семья хэтчеров на год переезжает в другой город. Питеру предстоит пойти в новую школу, а еще каждый день водить туда Фаджа в подготовительный класс. И самое худшее то, что далеко будет самый близкий друг Питера – Джимми Фарга. Одно лишь радует отсутствие в новом городе Шейлы Тубман – одноклассница, которая давно придирается к Питеру и постоянно дразнит его. Ну, хоть какие-то приятные известия. Сможет ли Питер привыкнуть к переменам? Как сложится его жизнь на новом месте? Какие сюрпризы преподнесет семье неугомонный проказник Фадж? Читайте на страницах книги Джуди Бом «Супер Фадж». Третья книга знакомит нас с семьей той самой надоедливой одноклассницы Питера – Шейлой. И называется «Шейла великолепная». Шейле предстоит провести летние каникулы в доме, который отец девочки арендовал у своего коллеги. Все бы ничего, но заносчивая и вредная Шейла, как оказалось, настоящая трусиха. Она боится пауков, уличных привидений, маленьких безобидных собачек и даже воды в бассейне. И, естественно, не хочет это признавать. Для окружающих, в частности для новой знакомой Маус Эллис, она самая бесстрашная девочка на свете. Умеет плавать всеми стилями, отлично владеет игрушкой йо-йо и не забивает голову ненужной информацией. Как долго Шейла сможет притворяться и скрывать свои недостатки забахвальством, прочитай и узнаешь. Вряд ли вранье может долго оставаться незамеченным, так ведь? Почему Шейла так не любит свою старшую сестру Лидби? Чем обернется для девочки попытка самоутвердиться через создание собственной газеты? Издаст ли она экзамен по плаванию? Об этом очень легко и весело расскажет автор в своей книге. Если ты ищешь веселую и смешную историю с поучительным подтекстом, то книга Джуди Блум Шейла великолепная как раз для тебя. А сейчас предлагаем послушать небольшой отрывок из книги «Суперфадж», чтобы лучше прочувствовать, насколько смешно и интересно написаны представленные в обзоре книги. Итак, слушаем. Джуди Блум. «Суперфадж». Глава «Очень культурная птица». Каждый день Фадж приносил с учебы новый рисунок. Мама вешала их на стену в кухне. Однажды вечером она сказала. «Фаджи, ты очень хорошо учишься в школе. И за это я собираюсь сделать тебе подарок. Чего бы ты хотел?» «Птичку!» – мгновенно сказал Фаджи, как будто уже давно обдумывал ответ. «Птичку?» – переспросила мама. «Да, собственную птицу». «Птицу!» – почесал городу папа. «Я думала, ты попросишь что-нибудь вроде йо-йо», – сказала мама. «Йо-йо у меня и так есть!» – ответил Фаджи. «А птички нет!» «Ну, а почему бы не подарить Фаджу птицу?» – сказал папа. «Ему будет полезно иметь собственного питомца». «О, Рэнд!» – сказала мама. «Ты в самом деле думаешь, что Фадж к этому готов?» «Да», – сказал папа. «В самом деле». «Что ж», – сказала мама. И прямо было видно, как она напряженно размышляет. «Если папа не против, то и я не против». «Ей можно будет спать в моей комнате?» – уточнил Фаджи. «Да», – сказал папа. «На моей кровати?» «Нет, птицы спят в клетках, а не на кровати». «А я осторожно», – сказал Фадж. «Укрой ее одеяло». «Птицам нельзя спать на кровати», – сказала мама. «Почему?» «Потому что они любят спать, сидя на жердочке». «Правда?» – не поверил Фадж. «Сегодня попробую». «Люди спят лежа», – объяснил папа. «А птицы сидя». «Это как раз одно из отличий между человеком и птицей». «А еще одно – это то, что птицы умеют летать, правильно?» «Правильно», – сказал папа. «Когда-нибудь я полечу, как птичка». «Я бы на это не рассчитывал», – буркнул я. Но он не слушал. «Моя собственная птичка, моя собственная!» В гости на несколько дней приехала бабушка. «Мне купят птицу», – доложил ей Фадж. «Правда?» «Какую же?» – спросила бабушка. «Не знаю». «Какую мне купят птицу?» – спросил он нас. Мы все ответили одновременно. «Канарейку», – сказала мама. «Попугая», – сказал папа. «Майну», – сказал я. Фадж хлопал глазами. Бабушка сказала. «Вижу, вы еще не решили». «Майны зато умеют говорить», – сказал я. «Говорящая птичка», – обрадовался Фадж. «Да, Майну можно обучить любым словам». «Любым?» – переспросил Фадж. И сразу стало ясно, что он что-то замышляет. «Ну, почти», – ответил я. «Говорящая птичка!» По его лицу расплылась улыбка. «У Фаджи будет говорящая птичка!» «Фаджу будет очень полезно завести Майну с образовательной точки зрения», – заявила бабушка. «Мы ему уже имя придумали», – сказал Фадж. «Как же вы его назвали?» – полюбопытствовала бабушка. «Дядя Перьев», – сказал Фадж. «Дядя Перьев?» – не поверил я. «Да, дядя Перьев», – повторил Фадж. «Хорошее имя для птицы?» «Э-э-э-э... необычное, говорю». «Интересное, правда?» Фадж был горд. «О да, интереснее не придумаешь». Дядя Перьев прилетел. Прилетел и в клетку сел. «Я принес его домой, и теперь он только мой». Надеемся, что, послушав отрывок, вы уже проникли с симпатией к веселому и сообразительному Фаджу. Скорее, спешите в привокзальную детскую библиотеку номер 8 за книгами Джуди Блун и прочитайте ее истории целиком. Они подарят вам максимум хорошего настроения и чуточку совершенно искреннего юмора, который очень нужен современной действительности.